Назовитесь, пожалуйста. Во-первых, вы даете добровольное разрешение на обзарь? Да, почему? И на ее публикацию. Теперь назовитесь полностью. Спиридонов Евгений Викторович, ответственного на дни 75-го года рождения. Полицейский подразделения ОМОН города Новокузнецка Кемеровского гостя. Скажите, пожалуйста, неужели в подразделении ОМОН может быть задача, что-либо делать в Украине? Или вообще на территории ОМОН государства? У полицейских на разделении ОМОН есть только задачи в пределах своего государства. Что вы здесь делаете? Мы были на учении в Белоруссии, как нам сказали, что проводятся учения совместно с военными. То есть мы впервые в такой ситуации, когда мы приехали на учения с войсками. Проходили учения непонятно, то есть мы просто находились в палатках. Мы жили в палатках, мы обеспечивались. А что с вами? Почему у вас это? Нам не рвут ранения, получается, когда нам сказали, что мы должны поехать из пункта А в пункт Б, чтобы указать охрану общественного порядка и общественной безопасности. То есть в нашей задаче полицейский. Мы подъезжали, когда заехали на территорию другого государства, то есть на территорию Украины, мы попали в засаду, где нас просто колонну взорвали. И вот я получил ранение тяжелое. Это перелом левой ноги, точно не знаю, голени, бедра. Осколочное ранение правого и левого плеча, осколочное ранение кисти. Давайте подумаем, как мы заходили в Украину? Мы ехали из территории Белоруссии. Вам доводили, что вы едете в Украину? Нет, нам точной информации не доводилось, что мы едем на территорию, допустим, другого государства. Нам просто сказали, мы, ну, как бы до этого, до Белоруссии совершали много маршев. То есть мы ехали с одного города в другой, там, долго, за сутками. Там разбивали лагерь, съехали с другого. Ну и, как бы, нам сказали, вот сейчас нам еще нужно сделать марш из точки А, допустим, в точку Б. И оказать содействие в охране общественного порядка, общественной безопасности. Когда вы понимали, что точка Б по Украине, кому вы здесь собирались оказывать какие-либо содействия? Ну, мы должны, якобы, оказывать содействие в Министерство обороны, я так понимаю. Это у Украины? Нет, это наши. Я понял, вы в Украине оказались. Да. Что, кому вы здесь собирались оказывать какие-то содействия? Понятия не имею, что мы здесь делаем. Ну, а тогда почему мы задавали никаких вопросов, не развернулись и не уехали обратно в Россию? Мы ехали ночью. Мы увидели пекущую. День наступил? День наступил утром, и мы сразу попали за саду. И все? И все. То есть это было 25 февраля. Что с вами произошло в засаде еще раз? Был подрыв на мосту, начало все взрываться, горели машины, потому что мы ехали на вахтовках. Это как число было? 25 февраля. А вы ехали по 24 февраля? Выехали по 24 февраля, да. Сколько у вас было? В нашей колонии было порядка 170 человек. 170 человек ОМОНовцев? Ну да. Это сколько? ОМОН, СОБР. Это было в нашем... Я скажу за наше подразделение, как бы в остальных подразделениях, я не знаю, но в нашем подразделении было 4 КАМАЗа. 4 КАМАЗа. Сколько в живых осталось? Даже не знаю, никого не видел вообще. А, видел сержанта. Он здесь тоже в плену. Как фамилия? Плотников, Евгений. Я уже не помню. Нет, не был. Мы были на телевидении втроем. Давали интервью. Вот сержант, подполковник. И я был. Но в данный момент вы не находитесь в одном где-то в помещении? Или есть телевизор? Знаю. Я не могу. Окей, не будем уточнять этих вещей, для того, чтобы вас не прилетело случайно потом. Я понимаю. Вы понимаете, да, что по вам могут в первую очередь помочь? Конечно, понимаю. Я каждую ночь слышу, как бомбят, как вводят сирена. Это бомбят вообще все вокруг. А если поймут, где конкретно вы находитесь, ну, бомбом. Понимаете, с какой целью? Конечно. Мы знаем правду. Знаете правду. Какая правда? Что здесь никакого нацизма нет, национализма, там, вот этого. Что здесь гибнут гражданские, дети, женщины. Нет, национализм, это они в любой стране есть. Я не имею в виду, но разве из-за этого можно рода сносить просто и детей бомбить? Нельзя. Это тем более 21 век, на кому 2022 год, я вообще не понимаю, что такое может происходить безумие. Из вашей группы конкретно, сколько у людей выжило? Я не знаю, знаю, что трое точно живо. Но мы находимся в плену. Больше ни по кому. Лично убитых ваших сослуживцев вы видели? Да, видно. Много? Ну, кто был в моем команде все практически. Это человек 30? Нет, это где-то человек 20 было. Вот. И подробнее просто вы говорите, начало все взрываться. В результате вы сейчас говорите, что 20 человек в вашем КАМАЗе по сути... Когда КАМАЗ зарвался, когда КАМАЗ зарвался, это было возле меня. И все, что было по краям, они все попали, заняты. Это был арт-обстрел? Ну, возможно. Нет, это было с дрона, скорее всего. Потому что все взрывалось по челюбе. Ну, может быть. Это просто величество арт-обстрел? Да. Ну, вот. И получается, я увидел, когда товарищи просто замертво попадали, я прилег тоже там, решил, ну, все осталось здесь. Потом, ну, что-то вот меня подтолкнуло, что надо ползти. Я прополз через всех, выпал через переднюю дверь и пополз по мосту в обратную сторону. Вот. Не знаю, сколько я прополз. Как так получилось, что в вашей машине всех убило, а вы остались живым? Как? Я не просто пытаюсь понять. Я понимаю, как так получилось. Вот, был вот взрыв, вот. Вот эта вот дыра в машину. В машину пригодила. Да, я. Правильно? Да. Я видел этот взрыв. Я видел этот звук. И осколки, они прошлись, ну, скорее всего, вот так вот стороной, что меня маленько зацепило, а туда все осколки шли, наверное, получается. Ну, вы, значит, очень слегче, кто, наверное, ничего не сказать. Вот. И как бы я увидел, что они просто по краям, они просто попадали, воткнулись головами в пол. Все. Я наклонился, ну, чувства у меня на лицо, у меня осколки попали, там, и в лицо, и борода, и глаза налились кровью, там, как бы я видел все это вот так в тьму. То есть все было мутно. Ну, когда я полз, был песок, все мутно, и услышал звук сирены. Можете пофамильно назвать тех бойцов, тех, которых знаете, тех, которые были с вами в автомобиле? Ну, пофамильному как я могу сказать, ну, что именно сказать? Пофамильно перечислить бойцов, которых... Кто со мной ехал? Да, которых можно перечислить. Никитин Владимир, потом Говалобов Алексей ехал со мной, Тимошин Семен. Так, ну, остальные только по именам, потому что они, как бы, не из моего, там, не имею в виду. Ну, что по именам, это, наверное, не даст такого смысла. Смотрите, россияне пишут под нашими роликами, что вы не вы, и вообще вы боец в БСУ, и переодетый актер какой-то украинского драмтеатра. Надо бы, чтобы вы вспомнили что-нибудь, что можете знать, например, только вы. Ну, например, я не знаю, ваш право классного там есть в школе, имя, имя общества. Какой право туда придет? Летнихова, Валентина Савельина. Летнихова, Валентина Савельина. Это какая школа, какого города? Это школа города Калтан, 15-я школа. Учился в ней. Это был мой классный руководитель с 5-го по 9-й класс. А несколько ваших одноклассников? Соловьёв Сергей, потом Горошников Александр, это мой одноклассник. Полонянкин Алексей. Давайте еще пару девочек назовем. Сейчас. Парфёнова Екатерина. Ермышкина Юлия. Парфёнова Екатерина. И какого хрена мы здесь делаем, где страдают, блядь, ни за что граждане, мирные граждане, дети, да, и женщины, когда это все, все вот только начинают жить там, у всех своя там семья, кто-то зарабатывает на квартиру, да, воспитывает там детей. То есть не должно так быть. Это просто безумие какое-то. А что бы вы передали россиянам, которых отправляют сейчас сюда? Да я уже много видео передавал. Ну, это не зависит. Мы собираем все. Все пледы. Ну, а что передать? Что все это, что им говорят, все это неправда. Вся правда, она здесь. И нечего тут делать. Оставайтесь дома. А нацистов-то много встретили? Фашистов там? А как они выглядят? Это я вас должен спросить. Это же вас отправили для того, чтобы вот один из офицеров. Не видел никаких нацистов, как они выглядят. Никто мне их никогда не показывал. К нам относились здесь нормально. А вы как сюда пришли? Мы? Ну да. Ну, получается, что... Но если это это вология, то со второй мировой. Пришли сюда как оккупанты, я так понимаю. Что мы сюда пришли просто. У нас все сверили в государство. Нас никто здесь не звал. Мы сюда вот припевли. Понятно. Сейчас посмотрим в ваших компаниях. Все обрабатывается. Нога заживает. Я думаю, ну, в скором времени... Ну, как мне сказали, что приблизительно пару месяцев я в НИПСе буду находиться. Ну, месяц практически уже прошел. Вот. Как там, девчоночки мои? Ну, нормально, все. Мы все это снижаем. Очень сильно. Так, ну, а что, Кать, по новостям вообще показывают вообще, что здесь происходит или нет? Ну, извините, что там будут показывать? Там показывают то, что ему нужно показывать. Угу. Ну, понятно, нам тоже показывали, как Путин с Лавровым выступают, что все хорошо, все замечательно. Ну, я вообще даже не смотрю, у меня это урожен будет очень красивым. Просто потому что случилось. Прям... Хорошим, не хороим. Угу. Могли бы подольше поговорить, но уже просто не погулять, не времени. Да, ну, как бы, чего больше, о чем говорить? Вы же слышите, я спрашиваю, что там говорят. Она говорит, что говорят, что выгодно. То есть, вот она. Ей задавать дополнительные вопросы нет смысла, потому что она, очевидно, как и вы все понимаете. Конечно, понимает.